И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый, реально новый ролик, на такую тему у нас еще ничего не выходило на канале, сегодня мы поиграем в режиме захват флага на карте Red Alert. В чем же суть данного ролика? Сегодня я попытаюсь рассказать, как максимально четко нужно играть и главное на каком вооружении в определенной позиции. Вот такой вот ролик, даже не то что ролик, а поучительное наверное высказывание, меня попросил записать один очень хороший подписчик, и даже я бы сказал больше чем просто подписчик, здорово Рокфеллер, и в чем суть вообще в принципе данного ролика? Он попросил, чтобы я записал ролик, в котором я расскажу на чем, как и вообще в принципе что нужно делать на карте, чтобы быть полезным именно на определенной позиции. Я выбрал сочетание Викинга Твинс, и хочу сегодня рассказать, как лучше всего играть на именно данной карте, и вообще в принципе в данном режиме, на таком вооружении, в позиции Дефера. Что касаемо именно подбора пушки и корпуса, я бы сказал, что для позиции Дефера на небольших вот таких картах, например как Редаллер, да даже если это и будет большая карта, то выбор по корпусам я думаю очевиден. Это явно не легкий корпус, это явно наверное не тяжелый, хоть и многие любят играть именно таки на тяжелых корпусах в Дефе, но именно таки если говорить все это дело, ребятки, именно говорить насчет этого, то что лучше например Дефать там, не знаю, на жирном корпусе, или лучше Дефать на каком-нибудь Васпе, ты там будешь прятаться, все это ребят ерунда. Ни толстый корпус тебе ничего не сделает, когда на тебя будет заходить очень много противников, и в принципе в тех моментах, когда тебе реально надо будет успеть догнать и вернуть флаг, ты этого не сможешь сделать. У тебя будет большая туша, которую ты сможешь либо просто чуть-чуть сдержать, либо чуть-чуть выиграть какое-то время, но по сути при том балансе игры, который сейчас у нас вообще в принципе имеется, у вас не получится жестко задефать на тяжелом корпусе. Вас быстро размотают, потом вы отреспитесь и уже ничего конечно же не сделаете. Поэтому именно, что касаемо корпуса, то я свое предпочтение конечно отдаю викингу. Что касаемо именно таки пушек, то здесь уже есть определенный выбор у вас. Именно я останавливаюсь на наверное таки трех пушках, это жига, это фриз 100%, это наверное даже первая пушка в моем выборе, которую я бы вообще выбирал бы в деф, вот как у нас видите играет парниша на вика фризе, тоже стоит в дефе и тоже пытается максимально сдержать атаку противника. И это конечно же твинс, на котором сегодня я играю, как можно играть без твинса, твинс, жига, фриз, это вот именно те пушки, две пушки ближнего боя и одна пушка, которая у нас вообще является пушкой средней дистанции, но по сути она является очень хорошей и даже на большой дистанции, но надо уже конечно же использовать устройство, но без устройства именно таки на средней и маленькой дистанции. Эта пушка самая то для дефа и вообще в принципе, как ей лучше играть и что вообще в принципе теперь я бы хотел сказать правильно делать. Безусловно на вас будет постоянно заходить большое количество противников и вам надо понимать в какой стороне вы должны как можно больше, не знаю, внимания обратить, на какую зону, что вы должны сделать в той или иной ситуации, кому вы должны помочь, когда заходит вот например как сейчас у нас заходило три игрока сразу. Я сразу же ринулся на двух игроков, почему делаю именно так, как я сказал, отдаем предпочтение большему заходу, то есть ваша задача это главное как можно дольше сдержать именно таки противника и выиграть время для команды. То есть если вы пытаетесь не только раздамажить противника, не только нанести как можно больше урона, но и также вы ребят пытаетесь сыграть от своего флагштока, то есть вы играете максимально корпусом, вы максимально долго пытаетесь сдерживать именно нетронутым свой флаг, как можно дольше сделать так, чтобы ваш флаг остался нетронутым на своей исходной точке. Я бы сказал вот так вот. Безусловно в данной катке у меня особо жестко не получается дефать, хотя в принципе не уезжая с базы я набил такое количество опыта, которое является максимальным на данной карте. Не знаю чем занимаются вообще в принципе наши тиммейты, но и я в принципе пытаюсь именно попробовать максимально сдержать противника, максимально быть полезным на данной карте. Безусловно имеются моменты, когда надо сменить пушку, когда вот например на карте уже имеются 3-4 резиста от твоей пушки и если ты смотришь и видишь, что например от пушечки какой-нибудь там того же фреза или жиги резистов не имеется, то конечно лучше сменить сразу эту пушку и за счет этого уже в какой-то степени облегчить себе жизнь, облегчить свой деф и вообще в принципе за счет этого также выигрывать время. Конечно ребята, еще один пункт, который решает очень-таки многое в дефе, это конечно же мины. Если вы грамотно ставите свои мины и понимаете, что вы делаете вообще в принципе с ними, то есть где вообще лучше ставить мины на вот например на таких картах, да. Есть определенные проходы, на любой карте есть проходы, есть подходы к флагштоку, которые проходятся только например одной дорогой. На этой карте это например центральный проход, на который если ты ставишь грамотную по центру мину, вот например вот так вот ты ставишь мину, ты ее никак не объедешь. То есть шанс объезда мины наверное ну хорошо, если 2% из 100 и это вот именно тот самый момент, когда ты либо случайно перелетишь ее, либо как-то боком ее не зацепишь. Но всегда есть такие моменты, где лучше всего ставить мины и всегда эти мины будут полезными. Всегда твои мины будут играть важную роль и в конечном итоге как можно дольше все у меня конечно же сегодня будет сводиться к тому, что вы сдерживаете противника. Ваша главная задача сделать так, чтобы вы могли удержать свой флагшток нетронутым как можно дольше. Если у вас это получается, если вы один можете это сделать против не знаю там 2-3 игроков, понятное дело, что это все сводится не просто к матчмейкинговым боям, а не знаю там боям даже в тех же, в том же киберспорте и в другом всяком формате. Даже в ББПшках, где вы играете без нары, вы играете там не знаю на каком-нибудь холме, на острове, вы стоите в дефе, если вы за счет своей грамотной игры выигрываете время, то это конечно большой плюс вашей не только команде, но и вашему вообще умению владению той же пушки, того же корпуса и вообще владения вашей игры на карте. Сыграем еще один боек, потому что в принципе я не дорассказал всю свою мысль, всю мысль именно игры в дефе, потому что есть очень много всяких нюансов, есть определенные плюсы, есть определенные минусы. И нас закидывают на еще один редайвер, мы летим 6-0, и давайте попробуем сделать так, чтобы они сейчас не увезли этот флажочек, у нас будет как раз таки еще 3 минутки, и за эти 3 минутки тогда у нас получится неплохой еще обзор данной карты. Хорошо, что у нас конечно карта выпадает та же самая, но нам надо бы сейчас, чтобы у нас вернули флажок, а у нас ребята возвращают. Супер, супер возвращают, и сейчас попробуем именно таки. Та же сторона, та же карта, тот же формат, все у нас, все одно и то же. Почему я, ребят, не делаю обзор, например, в каком-нибудь контроле точек или еще в каком-то другом формате? Это все, конечно, форматы второго сорта, я бы сказал так. Так, главный формат все равно у нас в игре захват флага, в любом турнире, в любой вообще, не знаю, скиллозависимой игре, это все равно формат захват флага, и именно в данном формате вы должны понимать намного лучше, как вам и что вообще делать на карте в той или иной ситуации. Что касаемо именно плюсов и минусов, о чем я уже сказал до этого, то есть определенно на нарке огромнейший минус, это когда противник считает твою расходку, считает то время, когда у тебя будет кулдаун. Конечно, в наше время, именно при всех обновлениях, которые проходят в игре у нас прямо сейчас, это еще не такой прям жесткий момент, который влияет на именно позицию дефера, так как сейчас у нас имеются уже в матчмейкинговых боях всякие дроны, за счет которых вы можете себя продлевать на арку, как вот я делаю это, например, сейчас. И также у нас есть овердрайвы, которые вам помогают, также если это бой с зависимыми кулдаунами, то почти никогда у вас не будет такого момента, что вы окажетесь без расходки, поэтому по именно данному минусу я бы сказал так, что он актуален только при фулл расходке, где нет у нас дронов и где у нас нет именно таких овердрайвов. Есть у нас такой формат, есть такой формат hard и в нем вот это все работает и в данном случае, когда у вас не имеется именно такие расходки, вам лучше, конечно, рассчитывать это время немножко заранее, понимать, когда у вас и через сколько секунд у вас будет кулдаун и уже до именно своего максимального кулдауна, то есть полного, полной без расходки вашей, вы должны уже выезжать вперед, уже должны сливаться, чтобы успеть отреспаться и не потерять свой флаг и оставить свой флагшток не тронутым, я бы сказал как-то так. Треть секунд у нас до конца боя остается и я успел таки еще неплохо таки помочь своей команде, если бы это было бы, можно было бы назвать помощью, когда ты летишь 6-0, понятное дело, что победы у нас в данном бою не имеется, но тот самый, не знаю, тот самый момент, что надо делать, надеюсь, что многие, смотря за моей вообще игрой, понимают, что и как нужно делать на данном вооружении. Если для вас, ребят, данный ролик был в какой-то мере поучительный, то обязательно отпишите по этому поводу в комментарии, напишите, что да, это круто, да, молодец, хорошо, что ты это все обсудил и вообще, в принципе, отпишите, стоит ли записывать ролики, даже не то, что обзоры, а именно это, я бы сказал, как бы сказать, это поучительный, наверное, поучительный ролик, в котором вот именно реально можно понять всю суть игры на определенной позиции. Вы играете, например, либо в дефе, либо вы играете в атаке, либо вы играете как кемпер, который придерживается одной какой-то четкой позиции, либо вы играете как полудефер, который и помогает, и встречает, то есть много есть у нас позиций, которые можно разобрать, можно разобрать не только на каких-то определенных картах, не только в режиме захват флага, но и можно разбирать очень много и подробно вообще в разных режимах, поэтому, ребят, ставим лайкос данному ролику, Если у нас будет хорошая активность Если вам будет это нравиться Если вам вообще вся эта тема Будет заходить То мы обязательно запишем Может 1, может 2, может не знаю 5, 10, 20 еще таких роликов На именно Именно поучительных роликов Как играть, на какой позиции С каким вооружением Что-то вот в этом роде ребят Поэтому на сегодня все Спасибо всем ребят кто посмотрел данный ролик Обязательно как я уже сказал не знаю 100-500 раз Поставьте лайк на него Напишите ребят свое мнение в комментариях Подпишитесь на канал если вы еще вдруг не подписаны Также ребят Нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новый ролик Но у меня на этом все Спасибо ребят что смотрели Всем удачи и всем пока